Леночка! Да? Что это у вас на голове? У вас пациентов нет, я решила голову покрасить. Чем же вы здесь-то решили покрасить? Зелёнкой что ли? Зачем? Вот, перекис водорода нашла. Да как же так? Голову сожжёте! Доктор, вы отстали от жизни! Перекись безопасна, ноги её даже пьют. Это канал Точка Здоровья, я Сергей Вялов. И сегодня говорим о том, чего в вашей жизни никогда не должно произойти, и почему нельзя пить перекись водорода. Перекись получают из водорода воздуха в растворе бензола на катализаторе или окислением изопропилового спирта с побычным продуктом ацетоном. В общем, химия ещё та. Кроме того, перекись – это сильный окислитель, способный разрушать ткани. Увидеть это можно, налив немножко перекиси на кусок мясного филе. Мясо? Да, мясо, мясо. Мышечные волокна состоят из белка и аминокислот. Под действием окислителя их структура разрушается. То же самое происходит и с микробами, бактериями и вирусами, когда мы используем перекись, и она шипит в ране. Это и есть окисление или разрушение тканей. Важно! Именно из-за того, что перекись оказывает сильное разрушительное воздействие на ткани, во всём мире уже давно используются безопасные и одновременно более сильные антисептики. Да, использование перекиси при обесцвечивании волос или отбеливании зубов основано именно на окислении, то есть повреждении тканей. Нет, перекись не способна ускорить процесс заживления раны на коже. Скорее, её применение будет мешать заживлению и способствовать образованию рубцов, так как вместе с бактериями могут повреждаться и прилегающие к ране клетки кожи. Единственная область, где перекись ещё применяется, это медицинская наука, когда нужно выяснить, насколько хорошо работает лекарство. Для этого ткани сначала повреждают перекисью, а затем изучают восстанавливающие действия лекарства. Сегодня много энтузиастов пытаются с помощью перекиси вылечить различные заболевания внутренних органов. Считая, что если перекись убивает бактерии в ране на коже и останавливает кровотечение, то и внутри она будет также эффективно работать, убивая болезни и инфекции. В этой непонятной гонке за здоровьем перекись пьют и заливают снизу, используя известный инвентарь. Да, перекись сама может выделяться в организме иммунными клетками для борьбы с микробами или как отходы метаболизма. Нет, перекись не может накапливаться в организме. Это слишком активное вещество, и оно сразу тратится на повреждения окружающих клеток, самых близких, которые с ней контактируют. Важно! Самое опасное действие перекиси – это перекисное окисление жиров, которое может происходить в разных органах. Например, в жировой ткани, в атеросклеротических бляшках на сосудах, в сердце, в мозге и в печени. Это приводит к воспалению печени, образованию тромбов, инфарктам и инсультам. Когда перекись попадает внутрь организма, она оказывает разрушающее действие там, куда ее заливают, и повреждает пищевод, желудок, прямую кишку и вместо ожидаемого эффекта излечения вызывает там воспаление. Хотя надо отметить, что чувство облегчения может создаваться хорошее. Микробов-то станет меньше, но это чувство облегчения – очень опасное заблуждение. Регулярное употребление перекиси – это регулярное повреждение тканей, которые организм старается восстановить. Чем больше повреждения, тем больше восстановления. И если повреждать ткани регулярно, например, перекисью, то организм привыкает создавать все больше новых клеток на замену поврежденным. В итоге, в какой-то момент времени он теряет над этим процессом контроль, а бесконтрольный рост клеток – это и есть онкология. И вы этого даже не почувствуете. Доктор, да я-то перекись не пью! Я только голову покрасила! Поэтому, если вы все еще пьете перекись или думаете об этом, и не боитесь ничего святого, побойтесь хотя бы онкологии. И помните, лучше регулярно обследоваться, чем регулярно повреждать свой организм. И он точно скажет вам за это спасибо. В жизни мы можем совершать много ошибок или заблуждаться. Главное – уметь отличать заблуждение от целенаправленного уничтожения собственного организма. Это канал «Точка здоровья». С вами был Сергей Вялов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И будьте здоровы!